Господу, Бог поблагословит нас. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные во Христе, братья и сёстры. Самое дорогое, что вообще есть, это во Христе, братья и сёстры. Это здорово. Новый народ. И, дорогие мои, я, конечно, остановился в конце вот этого урока на такой неприятной такой нотке. Я, честно говоря, не часто такие вещи рассказываю, но нам надо некоторые вещи эти знать. И потому что наша братья, она не против плоти или крови, не против человеков. Люди, порой, политики, религиозники, порой не понимают, что они делают. Потому что большинство людей, к сожалению, это факт, даже и не знают фактически ничего о духовном мире. Даже среди христиан не так-то много людей, знающих правдивое, настоящее о духовном мире. И потому очень часто люди, даже называясь христианами, становятся просто марионетками в такой, знаете ли, закулисной, такой невидимой брани, духовной борьбе. И вообще, чтобы нам, не дай Бог, никогда не оказаться по другую сторону баррикады, надо всегда держаться за Иисуса. Это самый безошибочный пульс. Самый верный пульс. Потому что, действительно, верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Неверующий, даже если он сам не понимает того, он уже осужден. Потому что не уверовал бы иметь родного Сына Божьего. Гнев Божий побывает на нем. Но, друзья мои, по сути, водораздел такой человеческого рода проходит именно через кровь Иисуса Христа, через Голговский крест Иисуса Христа, через самого Иисуса. И вот я сказал интересную информацию такую о том, как в конце 19-го столетия и начало 20-го очень жестоко преследовали евреев и христиан, библейских, евангельских, мыслящих, верующих или желающих так мыслить даже в царской России. Знаете, интересная, очень интересная судьба и царской России, и Германии, в то время империи германской. Удивительная история. Знаете, я пытался найти еще какую-то информацию о других народах, о других странах, но не нашел ничего подобного, кроме как вот России и Германии. Две страны в тот период времени, которые открыты на уровне самым высоком политическом и религиозном, по хулии Духа Святого. Удивительно, я искал другие народы, которые, может, подробно сделали как бы на самом высоком политическом и религиозном уровне, но пока до сегодняшнего вечера ничего такого не нашел. Но с Германией там проще. Германское мышление – это очень логичное мышление, юридическое мышление. И немецкие лидеры Германии сделали это юридически, очень четко. Вот знаменитая Берлинская декларация, да? Они заявили просто-напросто политики, религиозники со всей Германии, заявили, что вот крещение Духом Святым со знаменем на языках – это сатанинское действие, что на территории Германии мы этого не допустим, и дальше, и дальше, и дальше. То есть, как бы, они это провозгласили, как бы, и похурили Духа Святого, ну, зная, не зная того. И, к сожалению, вот большая часть участников этой Берлинской декларации начала 20-го столетия, через некоторые годы, когда уже национал-социализм побеждал Германию, согласились с социальным дарвинизмом и признали социальный дарвинизм и национал-социализм якобы христианскими идеологиями. Печальная очень история произошла тогда в 20-м столетии в Германии. То есть, отвергнув свет, люди были обречены избрать тьму. Знаете ли, есть одна из старых таких драм в кинематографе «Доктор Фаустус», где как раз рассказывается история 20-го столетия Германии, как вот на уровне национальном продают душу дьяволу люди. Значит, это очень такая трагедия, фильм-трагедия. Но, знаете, в царской России было немного по-другому, но то же самое. Но началось у нас это еще раньше, чем в Германии. Дело в том, что об этом мало кто может знает, и здесь сидящих. Но я рекомендую прочесть, чтобы времени мало, книги Франчука «Просила России дождя у Господа». Владимир Франчук, это песячнический пастор, пресвитер, он же историк церкви. Владимир Франчук «Просила России дождя у Господа» называется. Там он рассказывает как раз и о Воронаеве, рассказывает о пробуждениях некоторых в царской России. И также Демоса Шахеряна рекомендую. Очень люблю эту книгу я. «Наисчастливейшие люди на земле». «Самые счастливые люди на земле». Вообще, это просто помазанник Божий. Демос Шахерян, он рассказывает и о юности своей, служении своем, но мне у Шахеряна понравилось, знаете что? Он рассказывал о том, как еще в 19-м столетии к ним туда, в Армению, пришли вот эти духоборы, молокани, которые были крещены Духом Святым. Как они принесли туда вот этот огонь веры. Знаете ли, это потрясающая история, просто потрясающая история. Поэтому я очень люблю рекомендовать Демоса Шахеряна. Он известен был тем, наверное, еще в большей степени, что он смог собрать бизнесменов полного Евангелия в одну команду. И благодаря этому, знаете ли, благодаря именно единодушию такому и командной работе, огромные финансы были высвобождены в 20-м столетии для проповеди Евангелия по всему лицу Земли. На всех континентах фактически. Это, я считаю, огромнейшая заслуга Демоса Шахеряна и вообще семей Шахерянов. Мы счастливейшие люди на Земле или самые счастливые люди на Земле. Да, и многое другое, есть литература, но это как бы самые такие кульминационные другие книги. Простые, доступные, понятные, знаете ли, помазанные, самое важное. И, знаете, друзья, так вот, дело в том, что еще в 18-м столетии, когда вот здесь, на территории Украины, тогда входящие в состав Российской империи огромной, зарождались вот эти пробуждения, такие духовные движения, духоборы, молокани, то это эти христиане, значит, почему они вызывали такое недовольство царского правительства, почему они, знаете ли, вот были под огнем, что ли, царское правительство, и почему через 100 лет, уже в конце 19-го столетия, последний русский император хотел очень жестоко расправиться с этими людьми, и уничтожив, как минимум, сотни тысяч российских подданных неправославных мировосповеданий. Почему такая злоба? Знаете, рожденные по плоти всегда гонят рожденного по духу. Невозрожденные люди, сами того не понимая, даже называясь христианами, они обречены на то, чтобы гнать рожденных по духу, рожденных по-настоящему верующих людей. Вот в общем-то дело, сами того не понимая просто-напросто. И еще в 18-м столетии, вот с чего начиналась история, очень простая. В нынешней Гипровской, Харьковской, даже в большей области, в селе Охочем Харьковской области, губернии тогдашней, проживал такой Силуан Колесников и два его сына Кирилла и Петра. И Колесников Силуан, он был религиозным мужиком, таким набожным, помогал ремонтировать храмы и выполнял работу в храмах. Батюшки ему платили за это и благостреляли его иконами. У него дома был целый коностас. И однажды, он продав свою корову, он купил где-то у немцев, там у штундах, купил Библию, достал Библию, чтобы самому изучать. Вообще интересная история. Сейчас духомборы Монакани живут в основном в Канаде и в США. Есть издания, духомборческие, современные издания уже канадские, на английском и на русском языке. Интересно, про Силуана Колесникова пишут, что он переживал сверхъестественно. Допустим, дар грамотности, он был неграмотен, но очень хотел читать Библию, читать Слово Божье. И дар грамотности получил даром, просто по благодати. И читал, он плакал, молился пред Богом, достать Библию достал, а прочесть ее не мог. Он хотел обратиться к другим людям, которые грамотны были. Но в то время это была статья Уголовного кодекса. В 18-м столетии за это могли просто-напросто и читающим, и служивающим отправить места нестоль отдаленные на пожизненно даже. Вот знаете ли, я даже не говорю за 18-е столетие, даже конец 19-го столетия, возьмите, 1898-1999 годы, то есть самые последние годы 19-го столетия. Граф Лев Николаевич Толстой специально предпринял путешествие в Москву в то время, уже не молодым человеком, чтобы быть на слушании уголовных дел. Судили мужиков тульских за то, что они, православные мужики обычные, они достали Библию, издание официальное, синодальный перевод, издание православной церкви, государственное издание, но они достали эти издания, и в кругу семей своих, семейств, просто их читали, эти Библии. На суде эти мужики, они заявили, что они не собирались никуда не переходить, и они ни с кем не общались вообще, ни со штудами, ни с баптистами, ни с малаканами. Они хотели оставаться таким же православным, просто знать, что же там в Библии говорится, и все. В этом был состав преступления, их осудили на длительной сроке тюремного заключения, и граф Илья Николаевич, возвращаясь к себе уже к Ясную Поляну, написал примерно следующее, что мы называемся христианской державой, страной христианской, но судим простых мужиков, ему так не дали на суде слова, он готовился, хотел выступить в защиту этих мужиков, но он написал так, что мы называемся христианской страной, но судим за Слово Божье, за чтение Слова Божьего. Друзья мои, это ненормальная ситуация. Ну вот, по поводу Силуана Корестникова, он жил еще в 18-м столетии. Конечно, он, покаявшись, он получил откровение о том, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и в истине. Да, он покаялся очень радикально. Он сжег все свои иконы в своем селе, предселянами своими, относительчанами. В то время это была уже смертная статья, то есть это был смертный приговор ему, по сути. Но он вместе со своими сыновьями скрылся из рук полиции, и всю свою оставшуюся жизнь Силуан Корестников был в бегах. В розыске был, во всех жандарских управлениях, висела информация о нем, но он был в бегах. И его, если описание интересное, его мужики перевозили то в капусте какой-то, то там в соломе перевозили его, прятали. И сохранились до наших дней сотни доносов. В основном писали священники Харьковской губернии, другие губернии писали жалобы в жандармские управления, что в этих селах, в Охочем, в других селах, по вечерам, по ночам собираются люди, либо в хатах, либо за селом собираются, читают Слово Божье, молятся своими словами, молятся лишь к Богу, без посредства икон. Это был состав преступления, знаете ли. Жандармов и полиция у них и без того дел хватало, но священники вынуждали их вот именно как раз в таким карательном действии, в отношении к этим верующим. И в книге Решетникова «Украинский баптист и Российская империя» об этом так более детально рассказывается, ну и в других изданиях. И вот, где архивные вот эти материалы публикуются. И, дамы и господа, да.